Подогревая интерес к новой генерации Октавии, Шкода даже немного перестаралась. Во всяком случае, все характеристики были объявлены заранее. Но коротко напомним, восьмая Октавия немного подросла, сохранив прежний размер колесной базы. При этом, лифтбэк и универсал теперь будут одинаковой длины. По большому счету, из-за утечки на немецком онлайн-конфигураторе, внешность Октавии была известна еще до премьеры. А вот интерьер удалось скрывать до последнего. И он не разочаровал. Двухэтажная передняя панель, выполненная в стиле модели Скала и Камик, выглядит легко и современно. Притом, по последней моде, количество физических клавиш и выключателей минимизировано. Так, блок кнопок остался лишь под большим экраном медиасистемы. Еще одно веяние моды — это опции, которыми прежде могли похвастаться только более статусные и дорогие модели. Это голосовой помощник Лаура, матричные фары, проекционный экран, трехзонный климат-контроль и вдобавок передние сидения с массажем и вентиляцией. В линейке идей формата Simply Clever появился пакет Sleep Package. Он включает раскладные подголовники и одеяло, чтобы в машине можно было комфортно переночевать. Раскрыта и гамма моторов для европейского рынка. Роботизированные машины получили мягкую гибридную надстройку, а полный привод традиционно предложат со старшими версиями двухлитровых моторов. Есть линейки и метановая версия, и подзаряжаемый гибрид Octavia IV сразу в двух вариантах мощности. Но для нас эта информация носит скорее справочный характер, ведь в России машины наверняка получат другой набор агрегатов. В Европе продажи Octavia стартуют в начале 2020 года, а в четвертом квартале новинка доберется до России. Субтитры создавал DimaTorzok